И вот сейчас мы с тобой снова встречаемся, дорогой Константин. Я тебе хочу сказать одну вещь. Я специально поставил здесь картину, дописываю. Ты, пожалуйста, пару реплик по ней скажи, что мне тут переделать. Потому что у меня есть такой формат «Коллективный разум». Где по советам участников школы «Человек будущего» хомо-культурус, мы создаем шедевры совместные. А потом мы скажем важные. Ну ты вот посмотри и скажи, что там не хватает, что добавить, что убавить. Он смотрит как бы вот сюда и как бы думает. Ну, я сразу перебью. Да. Он смотрит где-то за вашу спину налево. То есть, ну хорошо, пусть он туда смотрит. Но ты мне скажи, у тебя какое ощущение? Видно ее вообще? Видно? Да, видно, прекрасно видно. Я сейчас, поскольку мне в скайпе нужно, чтобы картинка была видна там. Ну, сейчас вообще очень здорово, очень живой вид. Мы попросим всех, кто смотрит наше видео, чтобы писали комменты и добавляли, что там прибавить, что убавить. Единственное, я бы доработал руку. А, кисть руки, да, там, где у него колечко. Да, да, давай мы учтем этот твой совет. Я все советы читаю, поэтому все могут писать свои комменты. А лицо прекрасно, по-моему. Мы так тренируемся в коллективном разуме, в этом формате, вместе сотрудничая, создавать, творить. Это очень интересный формат, там есть. И мы там создаем науку человечности, синергетический диалог, когда мы уже не конкурируем, вместе искать истину. Это очень здорово. Я приготовил тебе, что показать. Значит, есть такая книжка у меня, 91-го года. Это не моя книга, но здесь, в этой книге, видишь, там написано. Вот там написано Хасай Алиев, только там буквально. Баде вверх. Хасай Алиев, да. Работа с телом. Да, работа с телом. Но это не моя книжка, просто там про метод ключа. Глава написана совершенно не мной. Это просто взяли в сборник в 91-м году. Мне потом прислали. Я когда делал работы в Польше, в журнале Псиачука, я приезжал, там группы собирались. Я проводил им занятия по ключу. Это там напечатали книгу в Кракове. В Кракове тонкие энергии о космосе и человеке, вот этой нравственности. Ну и так далее. Тонкие энергии. Поэтому я тебе показываю. И еще хочу тебе сказать, что у нас будет в Фейсбуке и в Ватсапе там есть группы, давно созданные, уже пару лет. Мы туда будем приглашать людей, которые интересуются изобретательством. Мы в прошлый раз говорили об этом. Изобретательство – это создание нового. И вот там будем обучать людей, желающих главным таким приемом, с помощью которых можно из депрессии даже, из стресса, из страха даже, переходить в состояние вдохновения. Через нулевое состояние переходите к вдохновению, когда уже можно решать вопросы, ранее нерешаемые. Это вообще потому, что человек будущего, он должен уметь, иметь такую способность в неожиданных ситуациях, сразу сообразить, придумать новое решение. Потому что он не может мыслить шаблонами там. Там же так называемая, как у космонавтов говорят, нештатная ситуация. И поэтому сразу реагировать со скоростью инстинктивных реакций, изобретениями. Но это очень важный момент такой. Я знаю, как это делается. И там, кто туда запишется, потом мы пригласим и скажем, как записаться. И там будут особые правила приема. И там мы будем все обучаться это делать. Так. Теперь я тебя слушаю. Хасай Магомедович, вы, получается, тоже, ну, раз тонкие энергии, вы немножко к эзотерике близки. Ну, я тонкие энергии, вот, не про эзотерику, потому что эзотерика – это мешанина. Там что есть, часть правды и часть неправды, и часть научных достижений, и часть фантазмов всяких, фантазийных. Все смешано в одну кучу. А вы знаете, раньше в науке то же самое было. Ну, конечно. Так называемые… Алхимия. Да, алхимия, вот… Астрология. Теплород, там разные были… Флагистон, флагистон. Да-да-да, вот-вот-вот. Конечно, конечно. И гороскопы, это как раз все туда относится. Ведь из гороскопов, из этой астрологии потом родилась астрономия. Ну, главный принцип науки – это доказуемость, да? Доказуемость, проверяемость, повторяемость в одних и тех же условиях, чтобы можно было это воспроизводить. Это познание закономерностей, явлений, свойств. Конечно, чтобы можно было воспроизводить. Потому что люди мечтали летать. Но летать же не на коврах самолетов, а с помощью реактивных двигателей, с помощью пропеллера или, допустим, крыльев. Ну, не на коврах самолетов. То есть, предания, сказки, былины – очень важно, когда человек знает. Но все-таки наука, она отличается воспроизводимостью. Ну, говорят… Стой, а не повторимостью. А что-то неповторимостью. Вот насчет повторимости сложно. Тут уже такие полеты труднодоказуемые. Но вот я читал книжку «Автобиография йога». Ее написал Йогананда Парамхасана, по-моему. Мне трудно выговаривать индийские имена. Тем более взятые… Ну, у него другое имя, на самом деле. Вот. Ты имеешь в виду Йогананда? Да, Йогананда. Он при рождении был другое имя. Ему… Шваргири, в книге это описано, он сказал, выбери любое себе имя, ну, как гуру. Да. А он говорит, Йогананда. Я был в музее в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Я был в музее, его очень приветствовали там. И там даже, знаешь, там даже я видел письмо, написанное Штатом Америки, о том, что они его приветствуют и надеются, что его техники послужат школе для образования. Ну, не знаю, в Америке включили его в систему образования, в учебники или нет. Ну, я видел. И у него первая шариковая ручка была, которую ему подарили в Америке, создатели шариковой ручки. Ну, короче, это был великий человек, да. Я вам ролик вчера присылал из Ютуба. Там вот просто были кадры, где он идет. И они шли по улице там грубкой, а на заднем плане ехали машины. Вот как вот кареты еще, они выглядели как кареты. То есть я сильно сомневаюсь, что он сейчас включен в образовательную программу Америки. Ну, США, будем читать с ним. Ну, они познакомились с философией Древней Индии. Через него потом еще несколько имен там было, которые познакомили американцев с древнеиндийской философией. Ну, мне кажется, они это уже утеряли большинство. Ну, может быть. Ну, кстати, Ягананда там, музеи, там раз в год приезжают со всего мира люди и медитируют. Потому что там и сектанты на этой основе формировались. Там даже есть такое поведение, что он не умер, а дух его перевопотился, что осталось только тело. Ну, обычная история, реинкарнации и так далее. Кстати, меня туда привозили мои друзья, у которых я тогда жил. Они мне привезли, девочки, они очень верили в то, что он, как говорится, не умер, и душа его живет. Кстати говоря, я тебе скажу, там такое озеро прекрасное. И там даже плавают черепашки. Потрясающе. Вот так вереницами плавают. Вот я был в этом. И в какой-то момент там я смотрю, черепашка перевернулась на спинку и плывет вот так вот на спинке. Потом опять перевернулась, как на взрыве плывет. Счастливые. Ну, чувствуется, я как человек себя экстраполирую. Человек привык так одушевлять предметы. Все предметы, ну, как бы невольно экстраполировать себя. А я думал, что черепашки счастливы. На самом деле, я не знаю, что они там чувствуют. Ну, я считаю, природе свойственно радоваться. Потому что я даже вот помню воспоминания из детства. Мы ехали на машине с родителями, а я смотрел на поле. Просто поле зеленой травы. И я почувствовал, я как бы сонастроился с этим полем и почувствовал радость такую бешеную внутри. Так что я, ну, почему-то мне кажется, что природа радуется. И, например, по собакам, кошкам мы, ну, по собакам лучшим, мы видим, что они умеют радоваться. Вот. Я помню, бабушка моя сидела на машинке, вышивала что-то на машинке. И клубок нитки упал, разматывался по полу. А кошка наша, котеночек, прыгал все время. И пытался этот клубочек поймать. Ну, такая радость у котенка была. Ну, вот, мне кажется, человеку надо научиться этому, у животных, непосредственности. Непосредственности. То есть, когда, ну, мы слишком много думаем о проблемах. Страх у нас бывает. Да. Тоже бывает страх. Согласен. У животных тоже бывает страх. Но человек, впервые, в отличие от животных, способен управлять энергией страха, переходить на состояние нуля и оттуда в состоянии потока. Вот ноль – это задержанное во времени, получается, нирвана, где эмоциями нет, мысли текут, а эмоций нет и вообще мыслей потом нет. Нирвана. А потом в поток переходить, в состояние деятельности. Когда ты что-то делаешь, я рисую, ты пишешь, ты поешь или что-то делаешь, и это сопровождается свободой. Вот это вдохновение. От страха через ноль к вдохновению. Вот этому мы будем учить в этой группе, в райской группе, там, в Фейсбуке или ВКонтакте. Изобретающий. Очень интересно. Техника этого. А, техника, конечно, техника. И она у нас будет закрытая для всех, кроме тех, которые в нашей группе там будут. Это платная какая-то группа? Мы еще подумаем, как пришедшие туда сами решат. Я вообще люблю так, чтобы совместно мы решали вопросы. Нужно это сделать платно? Сделаем платно. Нужно бесплатно? Сделаем бесплатно. Потому что очень важно, чтобы люди, работая, получали результаты, при этом не превращались в жестких бизнесменов. Я сейчас пошучу, если можно. Можно сделать курс условно бесплатно. Это будет открытие для курсов. Это когда человек, ну, как в программах, попробовал программу, она ему понравилась, и он в благодарность заплатил какую-то сумму, установленную или по своему усмотрению. Как он оценивает, да? Да, совершенно верно. Это... Своих возможностей. И подает другим пример, как он оценивает. Ну, давай, а кто-то напишет прямо, что у меня денег нет, я пенсионер. Никаких. А у меня так нет. У меня тоже денег нет. Ну, так ты будешь бесплатно, ты будешь почетный. Нет, я скажу по-другому. Когда вы попробуете, и вам захочется заплатить, даже если у вас нет денег, они найдутся, чтобы вам их, ну, отблагодарить. Ну, не обязательно деньгами. Но есть люди, которые считают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и научены тому, что все должно стоить каких-то денег. Любой труд должен быть оплачен и так далее, и так далее. Поэтому, я думаю, мы это обсудим все вместе. Все вместе примем решение. Кстати говоря, в Древней Индии, почему кастовая система образовалась? Она образовалась... Это психологическая защита народов Индии. У меня, мой старший меня друг, Станислав Иванович Королев, 20 лет был разведчиком в Индии. И он написал потом докторскую диссертацию «Психологическая защита народов Индии». Эти касты образовались для того, чтобы они не деформировали культуру друг друга. То есть они, чтобы механически не мешали друг другу, чтобы они были, как бы, вот так бы существовали, не нарушая друг другу целостности. А потом эта кастовая система стала, как обычно, тормозом развития. То есть там не мог молодой человек жениться на девушке из другой касты, и наоборот, стала тормозом. А вот когда была проблема колониальности в Индии, и когда была проблема, что многие народы между собой стали ссориться, то Ганди как раз-таки был человеком, который объединил опять всех, потому что он голодал. Голодал, объявил голодовку, и до тех пор голодал, пока все не помирились. Ганди. Да, это очень интересно, вообще история Индии потрясающая. Кстати говоря, я хочу тебе сказать, при Горбачёве, когда распахнулись, железный занавес раскрылся, сюда ринулись все, и секты стали создавать, и там эти самые, как его фамилия, второй был там тоже. Вот Ашо был прекрасный, у него тоже секта потом получилась через некоторых людей. В смысле, Кришнаиты? Да, Кришнаиты тоже появились. Сейчас я вам прочитаю. Бхактивиданта, с вами Прабхупада. Да, 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 да. А где вы тоже появились, Кришнаиты? Вот, значит, по-моему, одного молодого человека, там пригласили к нему в гостиницу одного молодого человека, он ему показал технику, тот вышел на состояние внутренней свободы, потом он рассказывал другим, и таким образом стали образовываться секты. Ну, короче, через Горбачёва, поскольку двери распахнулись для многих стран, из секты сюда въехали. И там были такие секты, когда одним хлопком ладони на площади могли поженить тысячи пар. Ну, вообще, кошмары всякие были. Я с Кришнаитами встречался. Они вот прекрасные люди. Я сейчас не против сектантов, не против всех, не против никого. Я просто общий обзор. Они всё время пытаются убедить человека, что надо этим заниматься. То есть они настолько там находятся, что они считают себя свободными, при этом они всё время поют эту маха-мантру, они не едят из рук родителей ничего, они отбиваются от жизни, от секти. И они всё время в этой доминанте находятся, а находясь внутри доминанта, они считают, что они свободны. Потому что они ничего окружающего адекватно не воспринимают. Они замкнуты в своей системе, но при этом там полно нормальных, хороших людей как таковых. Они-то могут пищу раздавать на праздники, и там говорить об этой маха-мантрии. И все начинают, кто не в курсе, не имея психологической защищённости и образованности, они невольно могут туда втягиваться, тоже становятся сектантовыми. Ну, я добавлю, что Будда говорил, хочешь уменьшить страдания, увеличивай знания. Будда, кстати говоря, был прекраснейший философ, и он сказал, если на пути к истине встану я, убей меня. Да-да-да. Он же был... Не слышал. Да-да-да. Буддисты, они прекрасные люди, но другое дело, что любой религии, а буддизм не религия, это философия, но её тоже сделаны религии. Буддизм, иудолизм, потом, значит, христианство, ислам. В любой системе философской, в которой все стремятся к любви, к ближнему, к сопереживанию, к свободе, в любой находятся адепты, фанатики. Да. Ну, даже Иисус говорил своим ученикам, произнеся фразу, бойтесь закваски фарисийской, саддукийской. Да. Да-да-да. Поэтому буддисты, среди них тоже есть очень много таких вот фанатиков, которые могут там войны устроить и убивать людей там. Ну, и в христианстве тоже же много. И в исламе много, и в иудолизме много. Фанатизм. Это зауженность внимания, и на самом деле вот этим пользуются люди, которые манипулируют. Манипулируют, устраивают войны, потому что бизнес, бизнес, он и делается, большой бизнес на войнах, на слабостях человек. Делается на слабостях, на эгоизме, на несправедливом, обиженном состоянии, ну, на всяком вот этом эго делается. Большое. А скажи, пожалуйста, вот у тебя есть представление о том, как нам жить все-таки счастливыми, жить, понимая широко, что самое главное, это сопереживательность, эмпатия. А почему-то выскакивают руководители большие, чаще психопаты, которые готовы пройти по головам, и у них нету сожаления и сочувствия, нет сострадания. Почему так во всем мире происходит? Не только это у нас, это в любой стране так происходит, что люди, которые управляют нами, они не могут быть сопереживательными, иначе они не смогут управлять. Вот этот вот непонятный такой вот в мировой культуре непонятный такой происходит вопрос. Вот у тебя есть представление по этому поводу? Вот мы в следующий раз, как с прошлого раза начали первую встречу, в следующий раз поговорили об этом. Как сделать так, чтобы люди сохраняли в себе сопереживательность, любовь к ближнему, сострадательность, как будильник, и при этом, когда вот эта община выдвигает своих лидеров выше, 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 чтобы не выдвигались наверх самые, именно те, которые сострадательности не имеют. вот как это изобрести? Вот я думаю, можно изобрести такой механизм. Ну, вам сейчас ответить или потом? Нет, нет, когда будешь готов, тогда скажешь. Ну, я уже практически готов. Я вчера готовился, мы с вами беседовали. Тогда я вас еще. Давай. Пусть не физически, но в тексте, там, на расстоянии. я написал то, что я понимаю. То есть, я учился йоге тоже у себя в Липецке. Там были немножко другие законы, но я написал то, что я понимаю, то, что мне близко. Вот основные принципы природы не навреди. Первое. Второе, это неприкосновенность воли человека, любого живого существа. Второе, это закон свободы личности. То есть, ну, что это такое? Это сюда входит разумный альтруизм, разумный, и разумный гайзен. То есть, все должно быть в пределах разумного. То есть, не надо отдавать свою квартиру, чтобы сделать кому-то доброе. Вот. Ну, как делали сектанты, например. Хотя, при Христе именно так и делали. То есть, продавали свое имущество и жили общину. Ну, как-то вот не задалось с тех пор. Вот то, что ты говоришь, разве не это является так называемыми отцами-основателями, которые создали вот этот вот в Америке. Вот это вот, что человек имеет право на жизнь, имеет право на счастье. Это же американское, по-моему, нет? Нет, мне кажется, это коммунисты придумали. И коммунисты придумали то же самое. То же самое, просто разными языками выражено. Ну, я с вами согласен. Мне кажется, мир постепенно пришел к идее гуманизма. Весь мир целиком, весь земной шар. Как-то одновременно. Ты сейчас говоришь золотые слова. Вот эти слова это вечные ценности. Что мир весь на самом деле в стратегии своей понимает, что именно сопереживание, именно созидание это является самым главным для человека. Это человечность. Homo sapiens. Человек разумный. Ты сейчас говоришь бесценные слова. Я еще не дочитал. Можно я продолжу? Давай. Вот. Четвертый пункт это полная ответственность личная личная за мысли, действия и желания. Так. Кот Ванигот. Надо вспомнить Кота Ванигота. Думал, когда натомную бомбу бросили на Хиросиму, он сидел и играл колыбельку для кошки. Ответственность. Конечно. Конечно. Ну и пятый это вот самая любимая наша сектантами так называемая будхи сверхспособности. Я про них тоже написал, что ну есть такой закон, что получение способности должно быть по мере достижения готовности духовной и физической. ну для чего это делается? Исходя из принципа не навреди ни себе ни окружающим. То есть ну если человек не умеет пользоваться ножом, ему его лучше не давать в руки. Вот. Ну даже колбасу порезать. Вот. Шестой принцип это основной принцип развития во вселенной. как я считаю это целостность и самодостаточность. То есть ну как говорят Бог целостен и ни в ком не нуждается. Так даже в христианстве говорят. Ну и во всех религиях. То есть ему не надо чтобы мы ему поклонялись. ему нужна наша любовь и благодарность. Ну как я считаю. Ему наверное ничего не нужно. Это обычная реальность. Ну в индуизме все проникающая я думаю. Ну все есть любовь. Вот. И есть имя такое Нараяна. Может быть слышали в индуизме. Это имя Вишну кажется. Ну или Тримуртия. То есть Триединство. Ну первобога. Нараяна радующийся. Если не ошибаюсь это Вишну который спит на змее Шеше на водах океана. Но это может быть я чуть-чуть цитирую и кришнаизм и шиваизм и индуизм. Сейчас в целом идею понять. Вот. Ну седьмой принцип я поставил не осуждает. Почему? не судите не судимы будете. Потому что мы можем не все знать. Миллион причин следствия мы не можем знать в этот момент когда мы принимаем какое-то решение. И только в общем-то встав на место того человека как-то поняв его можно говорить о какой-то справедливости. А вообще как я считаю ну раз уж мы о Боге заговорили Бог это высшая справедливость. А что есть высшая справедливость? А что есть высшая справедливость? Ну я считаю это любовь. Любовь да. Задержанное слово но нет это слово просто требует постоянного определения. Сейчас я тебе тоже могу прочесть кое-что что я тоже готовился к нашей встрече потому что я тоже кое-что написал. Вот я написал сейчас тебе скажу так нравственные и безнравственные вот я написал из депрессии вдохновению описание это скачкообразный триггерный лавинообразный квантовый так называемый переход происходит из стресса через нулевое состояние то есть нирванов поток при условии подбора действий резонансность то есть синхронно к текущему индивидуальному состоянию в моменте имеющий уши да услышит свет в глазах смотрящего будьте в гармонии с природой это быть в балансе и вы почувствуете как устроен мир и откуда в человеке совесть и звезды над нами когда у вас вдохновение вам хочется творить созидать помогать людям переживать за человечество мы вы масштабная личность на правильной дороге если человек даже делая ошибки искренне с собой и совершает какие-то действия с ответственностью как ты сказал о последствиях для других не вреди как ты сказал это же есть заповеди по существу заповеди но к сожалению заповеди так построены что надо верить в это и не делать чего-то а мы хотим развивать у себя качество и способности чтобы это происходило естественно автоматически ну допустим я лично в жизни своей я по себе ну каждый же судит по себе я по себе никогда не украл даже резинки из чужого стола школьного который стирает когда в школе учился потому что у меня всегда казалось что я как бы на ладони что я как бы виден то есть у меня органически это было я знаю что миллиарды людей именно такие которые не хотят не украсть не убить не лжесвидетельствовать ну все эти заповеди у них откровие как говорится в природе их уже как человек родился у него это есть его там особо воспитывать не нужно только нужны примеры которые это подтверждают потому что если мы живем в тренде сегодняшнего дня когда нам показывают примеры безнравственности что можно как раз невзирая ни на что украсть что-то присвоить себе что-то зарабатывать деньги без всякой духовности безнравственности нам эти если примеры активно показывают то у нас подавляют нашу естественность а нам нужно больше примеров показывать которые нашу естественность природную утверждают вот это есть человек будущего то есть наука человечности которую мы создаем в нашей школе чайбушу хомофитурс это очень интересно без примеров вся потому что и Христа даже спросили а кто ближний и он привел притчу о самовяне там что независимо от религии оказывается ближний всякий абсолютно с вами согласен хочу добавить что сейчас век так называемой короли юги вот хотя может он уже давно закончился деньги заменили людям совесть потому что человек в вечном выборе между духовными и материальными ценностями потому что у него кроме души есть и тело а тело требует покушать теплые постели свежего воздуха и поэтому мы должны придумать с тобой и вместе с нашими коллегами как же сделать так чтобы а сейчас кстати говоря уже цифровизация вот в новые точки бифуркации когда мы переходим в неопределенность и люди теряются чтобы нас опять не регулярность да чтобы нас опять не сделали исполнителями чужой воли нам надо примерами показывать как сделать так чтобы человек честно мог искренне создавать добро создавать благо нужное для других это и есть любому создавать полезное не только для себя но и для всех и здесь как раз таки деньги и появятся потому что без денег человек жить не может потому что у меня есть тело а те деньги это это университет материи внешней свободы ну конечно это язык внешней свободы но за деньги любовь например не купишь согласен ну я считаю надо сделать счастливым себя в первую очередь вынуть полено так говорится из глаза себя и тогда можешь помочь ближнему я так считаю конечно без наркотиков без алкоголя без комплиментов со стороны чтобы каждый человек органично как ты сказал был целостен и когда человек целостен он и воспринимает мир целостно совершенно правильно мне кажется ты глаголишь вечные истины спасибо я стараюсь давай еще что-нибудь скажу я помолчу а то меня сейчас опять будут ругать что я не даю человеку сказать давай да в общем-то я все сказал ну у меня тоже с детства было желание выяснить для людей какие-то общие ценности вот ну мне пришлось изучить несколько религий для того чтобы понять что в них общее и это очень сложный процесс то есть перейти сквозь запреты сквозь вот эти ограничения фанатизм очень сложно понять другого человека тем более когда он что-то делает или запрещает себе делать не понимая зачем он это делает вот то есть там например находиться в церкви в шапке почему кто сказал что нельзя а вот нельзя женщинам юбки там и так далее но пока ты не войдешь в эту традицию ты не поймешь но какие-то вещи понимаю да понимаю ну это традиции уже традиции такие вот тут весь вопрос состоит в том что любить ближнего это сказано во всех религиях весь вопрос заключается в том что слово любить это не значит эмоционально любить потому что любить это может быть на современном языке по-человечески относиться то есть относиться с пониманием заботиться о нем заботиться о нем с уважением относиться понимать что у него может быть трагедия какая-то почему он допустим пьяница бьет все время сапогом в стенку не дает мне спать как я его могу любить вот я его понимаю вот это понимание я хочу ему помочь вот это вот желание помочь ближнему это и есть любить ближнего ну есть же разумный альтруизм то есть не надо каждого котенка с улицы подбирать хотя есть такое желание да очень сильное желание помочь каждому конечно разумно конечно разумно если я всех кошек приведу себе в квартиру я жить не смогу я людей покрою конечно надо все понимать и тут очень важно мне кажется не становиться попугаем то есть если мы хотим быть трезвыми думающими своей головой используя свою природную предназначенность и миссию быть творцом то стало быть нам не нужно слушать только одно радио или смотреть только одну программу телевидения надо смотреть разные программы разные передачи разные материалы порой альтернативные чтобы уметь сопоставлять уметь мыслить и выделять главное желательно слушать не просто разные но структурированные с научной точки зрения вещи потому что есть очень много разрозненной информации прямой пример интернет что там только нет вот кстати говоря я спешу сразу сказать что мне ко мне через несколько дней приедут снимать с интернета журналист с вопросами будет задавать и скоро у нас выйдет новый материал со съемок этих будет много людей смотреть и ты тоже посмотришь и мы потом вместе обсудим как это получилось интересно не раскроете секрет какого это государственные государственные интернет государственные интернеты есть оттуда журналист мне позвонила и сказала что мы хотим с вами интервью сделать а я ее попросил сказать мне кто там главный редактор потому что я должен прежде поговорить потому что мне недавно снимали НТВ до сих пор не выпустили телевизионное почему уже два месяца прошло потому что все время обстановка в мире меняется и все время происходит переоценка ценностей и вот сейчас вот они еще не выпустили она сказала хорошо я договорюсь чтобы ваше интервью было без всяких искажений с вами поговорить главный редактор и вот я жду сейчас звонка и они мне скажут завтра пусть завтра приехать как раз в год воскресенье были это прекрасно я просто сразу приведу пример из жизни когда вот Сергей Дробышевский антрополог его пригласили на рантиве кажется выступить многие люди из будут созданного в будущем форума ученые против мифов многие люди жаловались что журналисты вроде снимают интервью а потом делают из него винегрет и выставляют фразы какие им надо вот поэтому я не всех принимаю телевизионщиков мне много звонят именно так много раз со мной так поступили поэтому я знаю это и поэтому я специально договариваюсь чтобы вы дали мне гарантии что они будут искажены а я вам я вам дам рецепт как сделать так чтобы они вас не переврали давай давай есть два договора то есть один подписываете вы другую они делают запись и делают вам копию этой записи неисправленную и дают сразу вам вы как автор имеете право на эту запись полную имеете право ее выложить у себя на канале я с НТВ пытался так договориться они не согласились они сказали мы вам весь материал отдадим и вы сможете на своем канале выставить после того как мы опубликуем свой это нарушение авторских прав да но я поговорю об этом я об этом не знал я сейчас буду с этим интернетовским телевизием разговаривать и этот вопрос им задам спасибо за совет вот видишь вместе мы сила вместе мы сила и я все время пишу на своих комментах на своих ну я выставляю ролики что вместе мы сила весь вопрос в том что мы все это понимаем но очень трудно особенно мужикам вместе разговаривать и пытаться вместе искать истину потому что мужики как петухи они устроены так что они должны обязательно между собой ссориться чтобы свое место утверждать под луной а я как раз у женщин научился они вот везде смотрят ни с кем не ссорятся они пытаются понять что там главное полезное взять это на практическое применение вот у женщин мужчинам надо учиться я как раз таки сейчас хочу учиться у женщин как они это умеют не конкурировать между собой а они конкурируют может быть красотой но ради бога я знаю что когда они снимают стресс они все уникально неповторимы но как бы сделать так чтобы мужчины тоже не конкурировали между собой выходили всегда на синергетический диалог который создает что-то новое они самоутверждались но я понимаю вот мне например хочется высказаться хочется высказаться я тебя перебиваю я тоже ну давай высказывайся я молчу ну синергия да я хочу такую шутку пошутить когда трое спорят об истине с бутылкой водки прав тот не тот кто больше всех говорит а тот кто больше всех молчит потому что скажи последний да а он может не сказать вообще ему могут слов не дать но это известная истина молчание золота и кажется что он самый умный и так можно просто промолчать и все вот давай какой молодец но бывает и такое да пословиц очень много хороших например куй железо пока горячо или например поспешил и людей насмешил и каждому моменту можно взять да всему свое время ну конечно давай так сделаем я буду у тебя учиться больше слушать то есть молчать и больше слушать и чтобы наши участники кто нас смотрит вдруг на самом деле увиделись что я умею слушать а ты будешь в следующий раз больше говорить хорошо я все сказал говорите вы прекрасно говорите у вас отличный голос который просто завораживает и успокаивает ну спасибо я думаю я думаю я думаю не я один это заметил спасибо тебе за комплимент я тебе очень благодарен что ты героически решился со мной сделать эту серию встреч для того чтобы привлечь как можно больше молодежи для того чтобы мы все вместе научились со скоростью инстинктивных реакций изобретать я еще не умею так делать как вот как вы говорите я не умею я подскажу ты умеешь ты просто не знаешь об этом я подскажу на что обратить внимание я подскажу ты уже сегодня доказал и в прошлый раз доказал что ты мыслишь в своей голову и это очень здорово нам всем надо этому учиться потому что мы очень подвержены стереотипам шаблоном мышления и авторитетам а изобретатель как раз таки как говорил и многие изобретатели говорили и говорил автор школы изобретательства он говорил что надо уметь выходить на состояние когда мы мыслим без влияния авторитетов о собственной головой когда у нас нету страха шаблонов мышления и стереотипов у тебя есть просветление так называемое это называется просветление а у меня технология к этому технология к этому я хочу чтобы мы все подключились потому что одно дело что я расскажу эту технологию надо надо чтобы мы все ее определенным образом проверили на себе понасоздавали изобретений и делились там своим опытом чтобы там у нас был обмен опытом и чем больше и больше участников будет туда заходить тем больше людей станут мыслить своей головой а ведь это главное потому что в наше время неопределенности когда мы переходим из определенности в новую неопределенность и старые шаблоны мышления которые мы учили в школе не подходят надо по-новому мыслить здесь как раз такие принцип ключа принцип подбора путем перебора по критерию минимальных энергозатрат по критерию минимального усилия с максимальным результатом то есть это новый способ разработки изобретательских задач новый способ решения изобретательских задач и поэтому у нас есть мои друзья мастера ТРИС которые учились у самого Шулера и которые нам помогут хорошо я уже забыл что хотел сказать это не важно теплое психологическое атмосфера человеческое вот начну с того что я знаю одного человека его зовут зовут имрам он учит людей крии-йоги на мой взгляд берет за это довольно много денег вот но он очень правильные вещи говорит что в одной из его лекции что есть сознание у человека есть сверхсознание но есть подсознание а есть сверхсознание и когда ну сознание просто человек это обезьянь и ум то чему его научили то есть обезьянь и повторение автоматизм вот а чтобы преодолеть вот эти паттерны человеческие привычки рефлексии да надо выйти на сверхсознание это сознание общечеловеческое это могут быть как юнг говорил ну мы еще поговорим на эту тему это очень важные вещи то что ты сейчас говоришь так и этот имран ты с ним будешь разговаривать или проведешь его цитаты и мы послушаем эти цитаты и может быть с чем-то согласимся с чем-то не согласимся обсудим мы так же проведем любые цитаты и будем обсуждать пожалуйста давай так сделаем у нас есть время если хочешь прям сейчас если хочешь мы сделаем через день я могу немножко продолжить коротенько имрам но это не настоящее его имя это ну как имя гуру да данная каким-то его учителем да вообще он считает себя учеником сати саибабы может быть вы слышали о таком я очень хорошо знаю его учеников я тебе сразу могу сказать что это просто по индийской традиции время от времени приходит такой человек на землю воплощение воплощение аватара на земле и он там из песка делает золото он там много чего делает это много фокусов там я встречался с профессором из Америки который доказывал мне показывая золотое кольцо что это он был там у этого аватара и тот ему сделал из его серебряного кольца золотое и он поэтому тоже этому учился я ему сказал у меня кольца никакого нету сделайте мне кольцо но мне тот же профессор другой который меня пригласил на эту встречу сказал слушай не выступай помолчи это же приглашенный человек ну вот когда споришь с американцем лучше не говорить про деньги кстати говоря они очень хорошо научились продавать и продвигать я был на многих международных конференциях где я видел как умело как правильно и тонко они могут преподносить материалы и очень много всяких программ они придумали вот в плане первичности материальных ценностей в них хорошо получается в плане первичности духовных ценностей это древняя идея Россия между западом и востоком поэтому все время переписывает свою историю заново кто под эгидой первичности духовных ценностей создает колхозы социализма кто под эгидой материальных ценностей создает жестких капиталистов бизнесменов и постоянно идет перетрансформация и поэтому люди в таком замешательстве то превращаются в экстрасенсов то превращаются в таких жестких бизнесменов все время вот это идет ну и кстати Россия очень быстро учится всему и здесь у нас очень быстро появляются такие интересные идеи единственное чего в России недостаточно развито масштабирование люди у нас уникальные а масштабировать они не умеют поэтому вынуждены делать это по американским образцам трудно найти спонсоров спонсоров найти стартап мы об этом еще поговорим в общем я думаю наши с тобой встречи послужат тому что молодое наше племя подключится я подскажу как выходить из стресса в ноль из нуля поток и создавать изобретение и много чего по нас создаем решим некоторые вопросы например как сократить кризисы и войны на планете и потребность лекарств потому что вся аптека внутри организма есть это прекрасное желание у меня оно такое же отлично иначе мы с тобой не общались отлично поэтому мы не будем сейчас здесь провозглашать борьбу с сектантством мы просто не будем с ними связываться мы просто будем говорить о здравом смысле о критичности ориентированности о здравом мысли о том что человек творец и поэтому ему и дано свою миссию осуществить на земле чтобы был мир среди людей и между странами и чтобы разум сохранился на планете спасибо тебе огромное давай до следующей встречи мы через день два сможем следующую встречу провести пожалуйста в любое время давай до встречи нам подскажут и мы ее допишем почему я на картинах все время потому что я показываю что человек творец я никогда не учился рисовать и рисую композитор и творец и педагог и все что угодно если он уберет блоки своего сознания и страх и попробует возьмет кисточку и нарисует солнышко и пойдет дело а подскажи что у твоего пирата висит на ухе громадный бриллиант нет это был фильм такой один с Сергой был там у нас такой большой режиссер который сделал фильм который назывался как же он назывался я думаю нам подскажут наши зрители нам подскажут наши участники просмотров этот фильм то ли Абба то ли как-то назывался вот я не помню там короче говоря у одного парня серга такая большая висела и он был за независимость какую-то в общем что-то такое было я поэтому олицетворил вот это вот это пират это у него серга это солнышко блики солнца и одновременно это зеркало он держит в руках одновременно и смотрит на себя как бы со стороны оно еще недоделанное но мы послушаем подсказки я вам даже опишу немножко вашу картину солнце как символ духовности и серга как принцип материальности то есть синтез в этом человеке у меня есть картина и участник событий его свидетель одновременно это как раз картина которая олицетворяет идею что находясь в доминанте переживания одновременно и смотреть на ситуацию со стороны это и есть сверхсознание о котором ты говоришь а ты мрад сверхсознание это высшая точка зрения с которой ты обозреваешь все что в тебе происходит сознание и подсознание не вмешиваясь а это сверхсознание да конечно конечно так вот человек часть человечества а широка широта человека масштабность зависит от его беспокойства не только о себе не только о своем роде и семье но и обо всем человечестве спасибо тебе до встречи до встречи до свидания очень приятно было поговорить спасибо 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 Продолжение следует...